Девочки, привет! Сегодня даю оценку двум продуктам. Это мегамятная маска от Lush и бальзам для губ шоколадный, тоже Lush. Начнем, наверное, с маски. Я успела уже достаточно долго ей попользоваться, и у меня уже сложилось определенное мнение об этом продукте. Мегамятная маска. Это очищающая маска, которую нужно наносить на лицо и шею на 15-20 минут. Также можно немножечко помассировать кончиками пальцев, и потом мы смываем это все дело теплой водой. Выглядит она вот таким образом, светло-зеленого такого цвета, с кусочками мяты. Запах у нее не очень приятный. как для меня пахнет мятой, но еще помимо этого, какой-то вот более сильный, резкий и неприятный запах. То есть для меня большой минус в этой маске – это ее запах. По своему составу бентонитовый гель, коалин, мед, тальк, бобы, адуки, глицерин, семечки примулы вечерний, масло мяты перцевой, масло чернобрывцев африканских, абсолют ванили, парфюмерная композиция, хлорофилл и метилиарабен. Вот такой вот у нее состав. Если кто-то разбирается, то мне это ни о чем не говорит. Могу только сказать свое мнение об этом продукте. Очищает она хорошо. Я ей пользуюсь примерно раз в неделю. Распариваю лицо. Сейчас я стала ходить в сауну, и вот я беру ее с собой. То есть я распариваю личико и наношу маску. Я наношу ее чуть меньше, на меньшее время, не на 20 минут, так как кожа у меня сухая, и мне посоветовали просто использовать ее, держать ее на лице меньше по времени. То есть, девочки, если у кого-то жирная или комбинированная кожа, то 15-20 минут. Для сухой кожи максимум 5-10. Наношу на лицо. Она неплохо очищает. И что мне очень нравится, после того, как я смываю маску, у меня нет ощущения стянутости кожи. Кожа выглядит чистенькой, бархатистой. И такое ощущение, что я уже ее увлажнила. То есть я, конечно, крем после наношу обязательно, но нет дискомфорта, совершенно никакого. Для меня это огромнейший плюс, потому что я не люблю, когда я делаю какую-либо маску, либо очищаю лицо. И после этого просто хочется срочным образом нанести побольше крема на лицо. Вот такого дискомфорта эта маска не доставляет, что ей дает огромнейший плюс. В общем, могу сказать, что вы можете смело пробовать этот продукт. Я вам его рекомендую. Я не разочарована этой покупкой. Здесь у нас 125 грамм. Я, если честно, уже, к сожалению, не помню, сколько она стоила, но не очень дорого. А, вот есть у меня 63 гривны. Это меньше 10 долларов. Это где-то около 7 долларов. Я думаю, что ее мне надолго хватит, так как ей часто пользоваться не нужно. Я скажу, что в сауне мы пользуемся с подругой, и тут еще очень-очень много. Присмотритесь к этому продукту. Перейдем, наверное, к бальзамчику. Сейчас покажу, сколько я уже его наиспользовала. Очень много. Видите, уже такую дырку натерла. Шоколадный бальзам с бесподобным запахом. Но, возможно, кому-то он может показаться даже слишком таким интенсивным. Иногда, да, вот, знаете, бывают такие запахи, что даже немножко тошноту вызывает вот своей приторностью. Он достаточно приторный, но меня это совершенно не раздражает. В данном случае, в отличие вот от этой маски, да. Все продукты лаж имеют очень сильный запах. Вы должны это учитывать. Когда наносишь на губки, мне даже говорили, что от меня пахнет вот какой-то конфеткой, да, там шоколадкой. То есть он, запах достаточно сильный, но мне нравится. Я выбрала шоколад. Там у них, я знаю, что очень много, очень широкий выбор различных запахов и вкусов. Вот и лимончик, и, по-моему, там еще что-то. В общем, я думаю, что там на любой вкус можно найти себе бальзам. Этот продукт на протяжении нескольких месяцев был продуктом самым пользуемым. Я его таскаю постоянно везде с собой в сумках и очень часто им пользуюсь. Вот, протерла уже такую дырку огромную. Мне очень нравится этот бальзам. Он не дает большой жирности на губах. Я не люблю ощущения какого-то вот инородного тела на губах. То есть он не жирный, но хотя, может быть, где-то немножечко и не хватает чувства увлажненности. То есть немножко, чуть-чуть бы добавить ему еще увлажнение по комфортности нанесения на губы. То есть со своей задачей он справляется, но ощущения хочется немножко больше. А так губы ни разу не потрескались, ни разу ничего нигде не облезло. Ношу, продолжаю пользоваться. В общем, тоже попробуйте. Я думаю, что будете не разочарованы. Его здесь тоже очень много. Сколько здесь? 10 грамм. Ну вот я уже мажу его, говорю вам, что месяца два, да, вот с того момента, как я его купила. И его еще здесь очень-очень много. Вот. Надеюсь, мое ревью было для вас полезным. И вы сможете определить для себя, нужны вам эти продукты или нет. Спасибо за внимание. Пока.